Добро пожаловать к нам на канал! Сегодня в выпуске следующие новости. Появились новые подробности о проектах CD Projekt Red. Авторы Company of Heroes 3 прекращают поддержку консольной версии. Режиссер Дэвид Линч готовит крупный анонс в следующем месяце и многое другое. CD Projekt Red опубликовала финансовый отчет за первый квартал текущего года. И из документов стало известно следующее. Компания полностью прекратила поддержку игры Cyberpunk 2077. Все 17 сотрудников, занимавшихся тайтлом в феврале, были переведены на другие проекты. Команда намерена чаще выпускать крупные тайтлы. Генеральный директор CD Projekt Red отметил, что у них есть хороший опыт одновременной работы над двумя проектами. А потому это не должно стать проблемой. Более конкретно сейчас в производстве у студии находятся Cyberpunk 2, который разрабатывается в Бостоне, и Polaris, за который отвечает европейское подразделение. Помимо этого стало известно, что над следующей частью серии Ведьмак трудится команда из 407 человек. Активное производство должно стартовать во второй половине 2024 года. Также компания отчиталась о доходах за прошедший период. По сравнению с первым кварталом чистая прибыль выросла с 17 миллионов долларов до 25,5 миллионов. Канами подтвердила дату проведения новой презентации по франшизе Silent Hill. Официальный анонс появился на странице компании в социальной сети Twitter. Согласно публикации, трансляция должна состояться 31 мая в 2 часа ночи по московскому времени. На мероприятии ожидаются новости об играх серии, а также о фильме «Возвращение в Silent Hill». Более конкретной информации на текущий момент нет. Electronic Arts совместно с Maxis представили два новых набора для симулятора жизни The Sims 4. Компании анонсировали комплекты Cozy Bestro, содержащие большое количество тематических предметов для создания собственного бестро, и Riviera Retreat. С его помощью игроки смогут построить собственный уголок для отдыха у моря. Помимо мебели сюда также входят такие элементы, как брусчатка. Согласно официальной информации из магазина Steam, оба набора должны появиться в продаже уже завтра, в четверг 30 мая. Студия Relic Entertainment объявила о прекращении поддержки консольной версии проекта Company of Heroes 3. Разработчики уточнили, что тайтл на указанных платформах больше не будет получать обновления. Однако регулярное обслуживание серверов все также будет проводиться в соответствии с планами команды. В качестве причины такого решения авторы указали отсутствие доступа к определенным ресурсам, которые студия использовала до того, как стала независимой. В то же время проект остается доступным на PlayStation 5 и Xbox Series для всех желающих. Компания LEGO представила новый набор. В этот раз по мотивам известной серии видеоигр The Legend of Zelda. Готовая конструкция представляет собой интерпретацию великого дерева деку. Главной особенностью является возможность собрать две различные версии фигурки. В комплекте идут 2500 элементов, три статуэтки различных версий Линка, а также одна статуэтка принцессы Зельды. Стоимость набора составляет 300 долларов. Прием предварительных заказов уже открыт. Первые рассылки стартуют 1 сентября текущего года. Valve объявила сроки проведения чемпионата по Dota 2 International 2024. Согласно официальной публикации кампании, соревнования по дисциплине должны пройти в период с 4 по 15 сентября текущего года в три этапа в Копенгагене. В частности, 4 и 5 числа указанного месяца состоится групповой этап. С 6 по 10 сентября пройдет первая половина плей-офф, а с 13 по 15 – заключительные матчи плей-офф и финал турнира. Отмечается, что все игры, запланированные на период с 4 по 12 число, будут проходить в закрытом формате. А вторую половину плей-офф проведут на стадионе Royal Arena, также в Копенгагене. Билеты на нее появятся в продаже 10 июня. Авторы аниме-адаптации игры Nier Automata назвали приблизительные сроки премьеры второго сезона шоу. Команда выпустила специальный тизер, вместе с которым объявила, что продолжение сериала Nier Automata VR1.1a должно стартовать в июле, через год после завершения оригинала. Более точные сроки, а также количество эпизодов на текущий момент не раскрываются. Разработчики Star Citizen поделились результатами бесплатного периода, который стартовал в тайтле 25 мая. Согласно графикам, за время, пока игра была открыта для всех желающих, а не только для поддержавших ее, команда смогла заработать 3 миллиона долларов. В итоге, общая сумма пожертвований на производство перевалила за отметку в 700 миллионов долларов. Напомним, сбор средств на создание игры начался еще в 2012 году. С того момента тайтл все еще продолжает находиться на стадии альфа-тестирования, для которой готовится выпуск уже четвертой версии. При этом дата полноценного выхода Star Citizen до сих пор не называется. Разработчики фанатской некоммерческой игры Plants vs. Zombies What Could Have Been объявили о прекращении производства проекта и его закрытии. Официальная информация появилась на странице команды в социальной сети Twitter. Согласно публикации, причинами такого решения стали жалобы со стороны компании Electronic Arts, которая заслалась на отсутствие разрешения на использование в игре персонажей оригинальной Plants vs. Zombies, куда входят и растения, и сами зомби. Вместе с сообщением о закрытии, авторы игры также опубликовали все свои наработки, включая рисунки и музыку. Режиссер Дэвид Линч объявил о некоем грядущем анонсе. Соответствующее сообщение он опубликовал на своей странице в Twitter. Согласно короткому ролику, анонс должен будет состояться 5 июня. Других подробностей о том, что именно может представить Линч в этот день, пока что нет. Напомним, последний полнометражный фильм режиссера под названием «Внутренняя империя» вышел в 2006 году. А в 2017-м состоялась премьера третьего сезона сериала «Твин Пикс». А теперь календарь событий на завтра. Четверг, 30 мая. В «Скал ин Боунс» стартует бесплатный период. Головоломка «Хьюменити» выйдет на консолях Xbox. В «Гилти Гер Страйв» появится новый боец – Слеер. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться на канал, если этого еще не сделали, а также в любом случае оставляйте лайки и комментарии с вашим мнением по новостям. Напоминаю также, что у нас есть канал в ТикТок, где два раза в день выходят короткие сводки новостей, и группа в Телеграм, где доступен весь наш контент. Ссылки на них в описании под видео. Там же ссылки на наши страницы Boosted the Nation Alerts для помощи в существовании и развитии канала. Еще раз большое спасибо за просмотр и до новых встреч!